Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбек невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего всем настроения. Настроение замечательное в связи с тем, что вчера, ну и всю эту неделю мы, ну и всю оставшуюся жизнь, так, по идее, мы все-таки не должны терять из вида важного момента. Что в жизни каждого человека есть особый ангел-хранитель, которого мы называем мама. Мы так недавно с нашим ребятенком записывали такой диалог в детском садике. Вот он такой, мам, нет, он говорит, разговаривает с Богом, говорит, я вот в этот мир-то иду, и как мне ж там будет страшно, я ж там, ты не будешь так рядом. Он говорит, так я пошлю своего ангела, отвечает Господь. А как, говорит, я его буду узнать? Ты его будешь знать сердцем, ты будешь его чувствовать, ты им будешь носим на руках. А как его будут звать-то? Он говорит, у моих ангелов много имен. Но вот у этого ангела, который будет всегда рядом, будет имя мама. И такой ребенок успокоенный, выдыхает, ну да, можно там как-то рождаться в этот мир, и можно там претерпевать все его испытания, потому что есть рядом такой ангел-хранитель по имени мама. Конечно, день мамы — это удивительный день, но вообще это должен быть не день. И мы про своих родителей, и вспоминать, и проявлять к ним внимание, любовь, молитву, заботу должны в течение всей жизни. И пока мама рядом, и когда уже мамы не будет, мы все равно будем связаны через молитву. Я обычно традиционно поздравляю маму своим любимым стихотворением, поэтому, дорогие мамы, это для вас. Я маму свою обидел. Теперь никогда-никогда мы вместе из дома не выйдем, не сходим с ней никуда. Она мне в окно не помашет, и я ей не помашу. Она ничего не расскажет, и я ей не расскажу. Найду я рюкзак за плечи, я хлеба кусок найду, возьму я палку покрепче. Уйду я, уйду в тайгу, и буду ходить по свету, и буду искать руду, и через могучую реку я строить мосты пойду. И буду большой начальник, и буду я с бородой, и буду всегда печальный и молчаливый такой. И вот, это мальчик себе так рассказывает, он так себе это все представляет, душа-то разрывается, а он такой, и вот будет вечер, и вот будет вечер, не помню какой. И вот пройдет много лет дивный, и в самолет реактивный, мама возьмет билет. И в день моего рождения, день рождения же так далеко еще, день моего рождения тот самолет прилетит, и выйдет оттуда мама, и мама меня простит. Вот такое переживание детской души. Но тянуть до дня рождения не надо, если возникают какие-то с мамой ссоры, обиды, надо сразу же, сразу же идти и просить прощения. И успевать, и успевать сказать слова, и успевать подержать за руку, и успевать к себе прижать. Потому что наступит время, когда мамы рядом уже не будет, и у кого-то ее уже нет. И когда мама уходит, человек, ну он как будто остается такой беззащитный, беспомощный. Даже если ему 50 лет, пока живы родители, ты все еще можешь быть в статусе ребенка. 50-60-летнего ребенка, хотя у самого уже внуки. Но не такая огромная ответственность на тебе еще лежит. А когда родителей нет, ну все, ты, ты уже старшее поколение, уже на тебя смотрят с надеждой и с ожиданием. Ну и еще, конечно, очень важно, вот такой момент, просто несколько раз уже удавалось успеть помочь пожилым мамам перейти порог вечности по-христиански. И прям настолько меня это поразило, что вот есть сыновья, которые заботятся о церкви, которые помогают храмам, которые живут церковной жизнью. И вот ради их веры, ради их покаяния, ради их служения Господь, может быть, не очень церковных родителей, Он не оставляет без напутствия. В последний день перед переходом в вечность. Ну это настолько, ну это как вот покаяние разбойника. Вот за несколько часов до смерти он жизнь прожил кривую, недостойную. Но вот Господь дал ему эту милость, нашел в его сердце какое-то, за что зацепиться. За любовь и заботу как раз детей. Поэтому, дети, вот еще важнейшая благодарность. Успевайте своим пожилым родителям помочь перейти черту вечности в мире со Христом и с Его Церковью. Это, наверное, самое главное дело для детей в отношении к своим пожилым родителям. Помогай нам всем, Господь. Господи сил, помилуй нас.